В округе стартовал фестиваль спортивного ориентирования на лыжах. В течение трех дней на территории Томилинского лесопарка проходили четыре вида соревнований. Среди студентов, среди ветеранов, а также чемпионат и первенство Московской области среди юношей и девушек. Участвовали более 500 спортсменов из 20 регионов страны. На фестивале побывали и мы. Никита Тимофеев, мастер спорта России. Учится на четвертом курсе Московской государственной академии физической культуры в Малаховке. Спортивным ориентированием занимается больше 10 лет. На соревнованиях прошел все 23 контрольных пункта без ошибок. Вошел в тройку победителей. Были моменты в карте, которые было сложно читать на большой скорости. И приходилось немного идти где-то рисковать, где-то наоборот сбавлять скорость. В общем, вот этот баланс между скоростью и чтением карты, оно было поймать очень тонко. И только благодаря этому можно было подняться очень высоко в финишном протоколе. Виктор Сыров о закатании на лыжах освоил еще в детстве. Несколько лет назад выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. В первенстве Московской области по спортивному ориентированию участвует в четвертый раз. Без награды не возвращался ни разу. Но сегодня первое место далось ему непросто. Здесь такая местность, что трасса очень узкая и просто все не накатаешь. А приходится кататься на длинных лыжах, потому что трасс высокий и тяжело происходит на этой трассе. Для Владимира Васильева занятия спортивным ориентированием стали неотъемлемой частью жизни 50 лет назад. В 1976 году он стал чемпионом Москвы. Дважды завоевывал серебро на чемпионатах мира среди ветеранов. Сейчас ему 75, но в соревнованиях участвует с не меньшим азартом. Начальники дистанции ставят задачу, пункты на местности, и нужно пройти с наименьшими ошибками. Этот маршрут редко удается так чисто пройти. И когда это получается, получаешь большое удовольствие не только от того, что там кого-то победил, а от того, что сам смог избежать ошибок. Ориентирование проводится в разных дисциплинах. Лыжная гонка, спринт, классика и эстафета. Результаты определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. По итогам всероссийских соревнований среди студентов по трое лучших спортсменов выполнят норматив мастера спорта России. А также у нас идет присвоение и кандидатов мастера спорта на детские соревнования и присвоение взрослых и юношеских разрядов массовых. Юных спортсменов, которые одержали победу в областных соревнованиях, ждет участие в молодежном первенстве страны. Победители студенческих соревнований в этом году в составе сборной команды России примут участие в чемпионате мира среди студентов в Чехии. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.